Друзья, вот и пришло время устанавливать унитаз на замурованную инсталляцию. Друзья, первым делом вытаскиваем наши технологические заглушки, а также вот эти вот трубочки, благодаря которым наши шпильки оказались с резьбой чистыми, не загаженными, скажем так, раствором. Итак, в первую очередь сейчас будем мерить патрубки на слив воды и на слив канализации, как это делать. Итак, дорогие друзья, берем патрубок, который слив канализацию с унитаза, мажем его сантехнической смазкой, хорошо, мажем, и вставляем, ставим до упора. Берем теперь патрубок, вот здесь вот резиночка есть, не забывайте ее одевать, берем теперь патрубок, который сливной из бачка унитаза, сам унитаз. Также мажем его силиконовой смазочкой и вставляем до упора. Следующий момент, берем маркер и по торцу патрубка делаем отметочки на одном и на втором. Что делаем дальше? А вот такой вот у нас унитаз, настенный витро на инсталляцию. Что же мы делаем дальше? Дальше мы берем патрубок маленький, смазываем ему резиночку всю силиконом, намазюкали, хорошо его растерли и вставляем в наш унитаз. Вставили один патрубок, берем канализационный патрубок, так же чуть смажем его и ставим так же на свое место, как он должен быть. Вот. Теперь смотрим наши метки. Отмечаем по торцу патрубка, ставим черточку. Это торец нашей керамики. И так же, вот у нас одна черточка есть, это у нас от стены. Но мы будем делать на 5 миллиметров, короче, отпиливать. Вот так вот. Теперь мы снимаем наши патрубки. Так, венечка там осталась. Меряем вот это вот расстояние рулеткой. Меряем вот это вот расстояние рулеткой. И берем на 5 миллиметров побольше. Вот здесь у нас получается 7,5 сантиметров. Ну, я отпилю где-то 8, 8 сантиметров. И так же с канализационного патрубка. По канализационному патрубку. Вот разница от стены до керамики где-то 5 миллиметров. То есть он длиннее. То есть я вот отсюда, сейчас от края отпилю буквально 5 миллиметров. Итак, дорогие друзья, так как шпильки у нас законтрогайны, и они не уворачиваются, что надо сделать, как вымереть, сколько надо отпилить шпильки. Для этого мы возьмем эксцентрик, через который будет закручиваться шпилька, вот этот вот эксцентрик, и вот этот колпачок. И пойдем к нашему еще неустановленному унитазу и померяем, сколько нам пилить шпильки. И, друзья, вот такие вот чудеса на виражах. Так, на шпильку гайки придется прикручивать, подгладить рукой внизу унитаза. С боков выходов нету. Ну, это и к лучшему то, что не надо ставить колпачки на эксцентрике. То есть вот эти вот белые штуки ставить не обязательно, их просто тупо не видно. Но для красоты мы это дело все-таки поставим. Итак, что же надо сделать? Как нам вымереть шпильку? Что для этого надо? Сейчас я вам покажу. Берем наш колпачок, ставим его сюда и меряем от верха колпачка до торца унитаза. До торца унитаза сейчас. По-моему, чтобы видно было. Вон там торец. В нашем случае, в моем точнее, получается 13 сантиметров. Должна быть длина шпильки, чтобы закрылся вот этот вот колпачок. 13 сантиметров. Но я буду делать на 5 миллиметров меньше. То есть 12 с половиной. И на шпильки от стены получается. Давайте сделаем от метки. Вот 12 с половиной. Раз. И 12 с половиной. Два. Это обязательно делать, когда под соединение унитаза там на керамике есть выходы сбоку, чтобы прикрутить. В данном случае нет. Очень корял, конечно. Натрутим гайки. Это для того, чтобы когда мы отпилим гайки просто проглали, визу обратно и все. И так же на эту. Сейчас все закрою, чтобы быстро не летели. И отпилю болгарочки аккуратно маленькие. Так, давайте. Пильнем. Обязательно закрывайте все, чтобы никуда искренне летели на плитку. Так, дальше берем влажную ветошь и хорошо все вытираем в плитку, где будет примыкать унитаз, где будет силикон. Хорошо, хорошо. Влажную ветошью выкинули. Теперь можно сухой ветошью потерять, чтобы побыстрее высохло. Дальше берем наши патрубки, которые открылили. Сначала вставляем унижний канализационный. Теперь вставляем белый патрубок. Вот так он должен быть. Глубже он не должен провалиться, потому что там в отводе инсталляции в пластиком стоит упор. Поэтому смотрите поаккуратнее. Не продавите его дальше. Ну что, теперь будем вешать сам унитаз. Эти места еще раз смажем получше. чтобы он у нас внула облетел. Итак, друзья, давайте вешать унитаз. Приготовили сразу гаечки, шайбочки, эксцинтрики. Сейчас будем пробовать это дело. Контрозаврить. Контропить. Втыкаем в наши патрубки. О, вошел. Вошел. Низа чуть чем подставили, чтобы он не шеплся. И теперь загадка истории, как туда подлезть и прикрутить инсталляцию. Рука туда не пролезет. Сейчас я покажу какое расстояние. Лукой вверх я не пролезу. Вот такие пироги. И, друзья, этот унитаз крепится немножко по-другому. Там вот согласно инструкции вот так в пакете все нарисовано, туда ставятся такие фишечки. А на шпике накручатся вот такие вот гильзочки. Видите? И в них есть выемки. Мы их делаем, то есть у нас с центра там болтов от этих фишек шестигранников будут попадать не в самый центр, а где-то вот чуть-чуть сюда. То есть, когда мы будем закручивать, унитаз будет натягиваться. Вот такая конструкция. Итак, дорогие друзья, центр вот этих вот впадин на гильзах вот центра от стены выставляете на 10,5 сантиметра, грубо говоря, потому что здесь у нас 11 по центрам. И после того, как мы ставили, загоняйте шестигранником там внутренние болты в этих фишках и он притягивается к стене. Давайте еще вон в отверстиях, куда я вставляла эти фишки, это вот отверстие для шестигранника. Он у нас шестигранник, видите, какой заловкой. То есть, можно под наклон затягивать. Сейчас будем пробовать притягивать унитаз. Погнали! Берем шестигранничек и начинаем притягивать. Вот видите, он притягивается к стене. Давайте вот на эту. О, видите, притягивается. Ну да, воду рекомендуть не надо, чтобы фишки не продавить. Закрепили его и все. Ого! Все, прикрепили. Теперь остается установить колоколку мутаза. По уровню, ну, по-другому не поставишь, тут не отрегулируешь. Тут ровно, там неровно. Тут в эту сторону шар, а тут в эту. Пока. Пока.